приветствую всех на своем канале сегодня мы с вами сделаем расклад на тему какие обиды вы держите если получится посмотреть на кого и что с этим делать так будем работать на двух калу доктору сумасшедшего дома и моя любимая колода от эра волат и позиции вы видите перед собой до 1 2 3 голубенький красненький зелененький камешек выбираете позицию тайм-кода есть в описании также в описании под любым моим роликом есть ссылка на мой второй канал где я записываю короткие расклады и есть ссылка на мои услуги кому интересно также на главной странице моего канала есть раздел плейлистов вы можете перейти выбрать плейлист мои услуги и посмотреть визуальный ряд до моих услуг то есть что в них входит более подробно там о курсах и так далее так я перетасовала колоду и мы с вами сейчас приступим да хочу поблагодарить отдельно за супер спасибо также спонсоров которые продолжают быть со мной за ваши донаты комментарии лайки в общем за все ваше взаимодействие со мной каким бы она не было мне очень приятно в том числе ваши добрые теплые слова поддержки и любви и так надеюсь колода перемешана что-то мне сегодня хочется подольше ее перемешать так давайте приступим позиция номер один голубенький камешек смотрим единички если вообще может быть у вас и не до обиды никаких обид ни на кого и ни за что не держится так какие обиды интересный момент значит в разделе плейлистов у меня есть один отдельный плейлист небольшое детско родительских сценариев кому интересно зайдите посмотрите вот все что связано с родителями так вот ваши обиды связаны с мамой императрица говорит о том что либо это обиды связанные с очень важные либо на очень важную значимую и некую женщину вашей жизни ну то есть это может быть бабушка это может быть тетя но однозначно это женщина намного старше вас вот и она должна иметь какой-то вес вашей жизни либо здесь идет обида сама на себя если вы женщина если вы мужчина то это может быть обида на вашу жену да либо на маму но сразу мне показалось здесь то есть мы спрашиваем какие обиды здесь сразу показывается женская фигура давайте посмотрим какие обиды если это мама либо вы держите сами на себя ну знаете здесь обиды какие-то не совсем реальные я бы так сказала надуманные больше надуманные придуманные может быть обиды связанные с тем что как-то вот ваша мама либо вы сами были не подготовлены к этой жизни семерка кубков говорит про или иллюзии но скорее всего больше фантазии мечты здесь ощущение того что вот как будто бы вас не подготовили к этой жизни возможно вы как-то если обижаетесь на себя то здесь обида связано с тем что не получилось реализоваться да не получилось как-то стать тем человеком которым вы как-то мечтали то есть здесь вопрос выбора тоже присутствует возможно либо вам не давали возможность проявить инициативу да как-то вот выбрать то что вы хотели либо вас не научили смотрим еще какие обиды вы держите ну это обиды вот с вашего детства да сразу могу сказать из прошлого либо здесь вопросы прошлой жизни вы отрабатываете какие-то сценарии связи с этим у вас есть обиды либо здесь обиды из вашего детства да то есть вопросы непосредственно связаны с доверием до с открытием то есть либо вы чрезмерно доверяли человеку что-то здесь доверием связано либо вас человек не научил здесь нету приземленности я не могу сказать что вот прямо какая-то конкретная серьезная такая обида травма есть больше это все как-то придумано придумано сказала да вот тройка мечей знаете ощущение того что вам прям вот необходимо ощущать себя жертвы обстоятельств да то есть вот вот эта боль психологическая до 1 вам как будто бы необходимо и здесь просто такое ощущение что подвернулся подходящий человек лице вашей мамы до либо этой женщины но то есть который вам помогает реализовать этот сценарий то здесь по каким-то причинам вам очень важно страдать что вам дает это страдание да то есть вот эти вот обиды они связаны с тем что во-первых они придуманные но с другой стороны они поддерживают вот это вот состояние какое-то страдать ческая то есть в этом есть какая-то покрывается к это ваша важная потребность почему вам важно страдать страдать вот переживаю да вот здесь какой-то такой драматизм вам понимаете важно состояние именно боли то есть вот в этой боли до которой вы проживаете в этом есть какая-то значимость каким образом эта боль будет получаться как это да получаться получать какую каким образом будете получать эту боль будете ли вы ее сами себе доставлять либо вам кто-то ее будет доставлять это уже не столь важно то есть благодаря кому либо благодаря чему вы ее получаете но вот в этой боли есть что-то давайте посмотрим что такого важного значимого есть в этих переживаниях страдания это то что пожезов это то что дает вам знаете ощущение жизни да то есть вот когда вы проживаете какой-то я не знаю коллапс своей жизни здесь такое здесь очень большой трагизм прям такой важный важно почему-то вот который не имеет под собой какую-то основу сказать что прям все действительно так сложно я по энергетике не считываю может быть уже это проработали осталось какая-то малая доза до остаточное какое-то явление но вот пожезлов говорит о том что вам это необходимо с одной стороны для того чтобы вы преодолевали какую-то свою неуверенность до с другой стороны вот это вот ощущение жизни что я познаю это уже здесь дает вам какой-то адреналин да вот это вот боль она вам компенсирует возможно ваш какой-то страх двигаться по жизни и надо как бы вам это объяснить вот нашему мозгу да и мы абсолютно все равно это иллюзия либо реальность он воспринимает одинаково и вот здесь я вижу такой сценарий когда вы не двигаетесь вперед не знаю может быть страхи может быть неуверенность но у каждого свое может быть и вам вот эту вот позицию свое не движение дальше по жизни до не развитие я бы так сказала надо как-то объяснить самому себе и вот вы это объясняете через какую-то боль что вот мне сложно там не знаю меня покинули меня оставили но здесь вот там меня предали и поэтому я не доверяю и не могу двигаться дальше то здесь сценарий будет очень много и и они столь важны эти сценарии насколько важен сам корень который говорит о том что любой способ благодаря которому вы можете объяснить как-то логично сами себе почему вы не двигаетесь то есть вы не двигаетесь потому что вам больно потому что у вас разбито сердце а из-за чего почему как это уже не столь важно то есть надо как-то аргументировать и другим людям и в том числе самому себе да и доказать как-то самому себе что я не просто так лентяй и там например признать что мне страшно как-то двигаться дальше по жизни я боюсь неизвестность либо я боюсь пробовать что-то новое и вы что-то узнавать новое да там не знаю вступать новые отношения это как-то не нелицеприятно а вот когда вы в своей голове сами себе объясняете свое бездействие тем что но меня же предали да поэтому я не готова вступать там в отношения идти в серьезные отношения например вот то есть проще сказать что мне было плохо и на основе своего опыта я не хочу что-то аналогичное повторять нежели сказать что я не умею доверять да что я боюсь вот и поэтому я не хочу например в этом ответственность я не хочу вкладываться в отношении я не хочу изменить свою жизнь я не хочу развиваться и поэтому я не вступаю в отношения то есть суть принципе одна что допустим к примеру да на примере отношений у меня нет отношений одно дело когда мы кому-то будем говорить что вот смотрю у меня так сложилась жизнь такая сложная меня там все предавали поэтому я одна это как-то драматично очень красиво вот и кажется ну что вот это вот обоснованно нежели мы будем говорить что а я не хочу так открыто до себе признаваться что а я вот и не хочу отношений почему потому что ну как в нашем обществе для кому-то сказать а я не хочу отношения хочу быть один либо одна и мне хорошо да сразу на вас набросится все психологи комнатные некомнатные будет гореть что это не нормально вы должны быть в отношении понимаете что вот это вот не слушать мозг придумает свой какой-то вот такой защитный механизм еще для чего вам нужно вот это вот болевой вот этот синдром ну вот видите 20 аркан суда за для того чтобы вы не завершали какой-то гильштаб понимаете то есть для того чтобы как-то опять таки на примере отношений нам проще вспоминать что вот когда-то у нас были там счастливый брак либо там были хорошие какие-то отношения первое любовь несостоявшиеся и вот она не случилась и теперь я одна и у меня не складывается личная жизнь то есть одно дело разобраться в этом завершите пойти дальше сказать но киа не случилось случится в будущем да то есть я буду прикладывать к этому всевозможные какие-то усилия до прикладывать либо наоборот не случилось давайте разбираться аркан суда да это перерождение возможно из прошлых жизни да надо было завершить какой-то гильштаб с разными людьми и потом создать счастливую например семью то есть здесь вариантов может быть много но суть заключается суда что мы должны что-то завершить огромный цикл должен здесь завершиться а мы не хотим его завершать в этом есть у нас выгода почему мы не хотим завершать этот цикл четверка монет в этой колоде прекрасное изображение отрисовка смысла этого аркана мы видим девушку которая создала себе куклы вот она держит в обнимочку все эти куклы из под как это подсобных нет как-то из того материала что у нее было под рукой смысл этого аркана заключается в том что эта девушка не готова идти в ногу со временем да они готовы дальше развиваться что она делает она устала того что ее все время бросает то что я говорила до оставляют родители уходит ну то есть в момент развития до на протяжении всей жизни ясно дело что это естественный процесс когда родители взрослеют стареют и умирают это естественный процесс нашей жизни и здесь человек не готов принимать не готов мириться с тем что он теряет любимых людей он теряет тех которые ему близки то здесь человек хватает цепляется за то что для него дорого при этом не принимая вот этот вот процесс вот этот вот путь развития каждого человека да она планете земля и поэтому ей проще сделать вот эти вот куклы которые никогда не убирают быстрее умрет она нежели вот эти куклы который она создала не будут ей преданы это то, что всегда будет с тобой рядом, это никогда тебе не предаст, это никогда тебя не оставит, это всегда будет под твоей рукой. То есть ты можешь этим управлять, а жизнью ты не можешь управлять. Поэтому вот эти процессы, то, что вы цепляетесь, опять-таки почему здесь, если смотреть с психологической точки зрения, то в детстве не было какой-то, здесь скорее всего, мужской фигуры в плане уверенности, защиты. Может быть, даже и мама не давала вам вот это ощущение защиты, уверенности. И в данном случае вы, возможно, и в мужчинах бессознательно ощущаете вот эту вот нужду меня защитить. Даже здесь не про защиту, а именно про уверенность, про безопасность, что все будет хорошо, не переживай, в трудную минуту я тебе протяну руку, я тебе подам свое плечо, ты можешь опереться на меня. Вот этого вот ощущения у вас не было в детстве. И поэтому вот это вот чувство, то, что самое дорогое у вас забирали, возможно, как и для маленького ребенка, да, у вас действительно забирали ваши любимые игрушки, возможно, у вас забирали то, что было для вас, как для ребенка, что-то важное, значимое, не знаю, какой-то, может быть, рисунок нарисовали, он был для вас дорогим и значимым. А там, я не знаю, кто-то из родителей, может быть, его выбросил смело, то есть не придал должное значение той ценности, которую этот предмет представлял для вас. И вот здесь ощущение того, что человек на протяжении всей своей жизни, да, то, к чему он привязывается, то есть здесь вот прям напрямую нам показывает, что не нужно никому ни к чему привязываться, потому что ты это будешь постоянно терять. Вы теряете. И вот это вот психологическая такая защита того, что я сделаю себе что-то, что я могу контролировать, да, здесь вот опять-таки встает вопрос с психологической точки зрения контроля. Вам важно это контролировать, потому что не в плане манипуляции, а в плане того, что это придает вам некую уверенность, да, то есть когда я контролирую, я чувствую себя уверенным, как следствие, я чувствую себя в безопасности. Поэтому вот эта вот боль, она вам необходима. Больно, я понимаю, что то, что я говорю, сегодня мы будем говорить такие болезненные вещи, но нам важно не включаться эмоционально в то, что я говорю, да, что нас цепляет, а увидеть суть проблемы, если мы хотим ее решить. Если не хотим ее решить, то просто слушаем, ну, либо не слушаем, потому что это не очень-то приятно. Вот, а если хотим разобраться, то просто слушаем и стараемся понять, да, в чем причина, для чего мы создаем себе такие вот болезненные моменты в своей жизни. Просто потому, что, если подытожиться, сказать, мы не хотим двигаться дальше, мы не хотим двигаться дальше, мы не хотим развиваться, мы не принимаем, здесь нету принятия процесса жизни, да, что, возможно, для кого-то, вот момент взросления ближе к последним этапам, да, нашей жизни, когда человеку сложно принять, что его формы меняются, да, что вот он, возможно, не так привлекательный, не так красив, возможно, появились морщины, нету уже гибкости в теле, да, вот это вот, это сложно принять, да, то есть здесь такие моменты тоже можно принять. То есть человек нуждается, вот он через эту боль, ощущая эмоции, то есть пока я что-то чувствую, я жив. Здесь вот какое-то, такое убеждение идет, да, то есть, возможно, немножечко искаженно не суть, каждый выбирает свой вектор движения и свои убеждения, исходя из своего опыта. Но если мы говорим про осознанность, да, то мы должны осознанно выбрать то убеждение, которое будет делать нас лучше, счастливее, здоровее, более изобильнее. Вот здесь, возможно, это надо пересмотреть и увидеть радость жизни немножко по-другому, не через боль, какой-то другой сценарий здесь необходим. Что с этим делать? Давайте посмотрим, что вам с этим делать. Пятерка кубков. Что вам делать? Знаете, вам надо больше обращать внимание не на то, что вы теряете. Смотрите, тройка кубков, да, и здесь мы говорили тоже про четверку педагога, что человек цепляется за что-то, да. Здесь такое чувство, что вы не замечаете тех благ, которые есть у вас. То есть что-то такое хорошее, что было в вашей жизни, вы на это не делаете акцент. И вы цепляетесь почему-то за то, что, по вашему мнению, да, было что-то важным для вас, но при этом, с точки зрения высших сил, вы не видите тот момент, что что-то уже отжило, да. То есть, допустим, этот человек уже сыграл свою роль в вашей жизни, да, но развязалась эта кармическая ваша завязка, он вам дальше не нужен. И вы ему, в принципе, не нужны, да, то есть отпустите. Из человека невозможно отпустить. Поэтому, что вам с этим делать, обращать внимание больше не на то, что вы теряете, то, что уходит, то, что у вас забирают, а на то, что вы имеете, да. То есть если, вот прям услышите меня, если вы в течение дня будете обращать внимание на то, что вы уже добились, то, что вы уже имеете, сейчас имеете, да, не когда-то, не в прошлом, не в будущем, а сейчас, и будете делать акцент, то есть на позитив, то, что я уже имею, а не на негатив, то, что когда-то утратено, либо еще не получено, да, допустим, например, мне не хватает денег, либо у меня там нету тех отношений, которые я хочу, либо, например, дети меня там не слушают, и либо живут своей жизнью, ну вот куча моментов, да, не забываем, нам боль нужна, чтобы мы ощутили себя живыми, пас жезлов, жезлов у нас позитивная масть, то есть вам как будто бы не хватает позитива в жизни, вот делайте акцент больше на позитив, на то хорошее, что у вас уже есть, есть теплая одежда, это прекрасно, то есть чем больше вы будете, здесь вам надо снять фокус внимания, на что вы обращали до этого момента, и начать обращать на что-то позитивное, начиная с этого момента и дальше, да, король педаклей, это будет придавать вам некую стабильность, и будете ощущать себя в безопасности, у вас вопрос безопасности, он очень ярко здесь проигран, у меня такое чувство, что если мы говорим про эмоциональный комфорт и безопасность, это то, что нам дает мама, а если мы говорим про уют, вот в плане материи, да, то это то, что дает нам отец, и то и другое дает нам, каждый на своем уровне, необходимую вам безопасность, вот вам это надо, и как вы можете понять, что это вот про вас или нет, посмотрите, что вы цените, если, например, мужчина рядом с вами, да, либо там его нет, но у вас есть свой какой-то идеал, что вы будете ценить, на что вы больше обращаете внимание, здесь вот именно ощущение вот этой теплоты, и, понимая, здесь нет доверия жизни, я не могу довериться жизни, потому что она забирает, поэтому вот это вот, мир не безопасный, с людьми взаимодействовать тоже небезопасно, у вас вот это вот, знаете, как серый зайка, трусишка, который боится, боится, я не знаю, как-то себя отстаивать, заявить о себе, что-то сказать другому человеку, потому что есть вот такое, знаете, ощущение, что какого-то подвоха, да, то есть даже когда вам что-то хорошее делает в вашей жизни, у вас есть некая настороженность, вот вы живете как настороженный человек, показатель того, что нету доверия, а если нету доверия миру, то как следствие нету доверия и самому себе, поэтому вот это вот очень много иллюзий, вот этих вот фантазий, чего-то такого придуманного, причем заметьте, что на этой карте, да, семерки кубков, придуманное что? Слава, богатство, там, алчность, семь грехов, еда, то есть опять-таки все те необходимые моменты, благодаря которым мы ощущаем себя в безопасности, деньги дают нам безопасность, я не знаю, слава тоже дает, привлекает внимание, значит, как следствие тоже что-то дает, благодаря чему я могу чувствовать себя безопасным, то есть меня принимают как своего, да, вот это вот слава, меня признали, значит, я могу расслабиться, то есть здесь какие-то такие психологические моменты, связанные с безопасностью, что с этим делать, да, я вам рассказала, вот, по пятерке кубков, как минимум, обращайте внимание на что хорошее, на то, что уже есть, то, чего вы уже добились, то, что вы уже умеете, то есть все время вам нужны свои мысли, отслеживайте свои мысли, и если хотите, можете записывать их как минимум, да, как эксперимент в течение дня, о чем вы думаете, вы увидите, насколько вы тревожный человек, по-моему, в прошлом раскладе, я тоже говорила про первую позицию, там луна, по-моему, выпадала, я говорила о тревожности, да, насколько вы тревожные люди, вот эта вот тревожность об этом, так, это у нас с вами была первая позиция, поэтому, если мы говорим с точки зрения, развития, вот ваша обида на вашу маму, либо на саму себя, она как раз и связана с тем, что мама вам этого не давала, потому что это был ваш урок, который вы должны были, ваше сценарий, который вы должны были по жизни пройти, проработать, развязать в себе вот эти всевозможные узлы, и посмотрите теперь вот через призму того, что я сказала на свою маму, что она просто была таким хорошим актером, который, и площадкой, который вам дал, именно вот эту вот неуверенность, нестабильность, беспокойство, для того, чтобы вы просто благодаря ее, либо благодаря ней, проработали именно этот аспект, так, позиция номер два, красненький камешек, двоечки, смотрим, какие обиды, есть у вас, ну, у двоечек, у нас здесь прекрасный дьявол, обиды, обиды могут быть связаны с обманом, обиды могут быть связаны с лжой, с ложью, лжой, что за слово я придумала, с ложью, обиды могут быть связаны с властью, да, то есть желанием другого человека подчинить, подавить, что-то навязать свое, здесь могут быть обиды, знаете, которые родили вас, наверное, я бы так сказала, некую, некую фубию, то есть мы посмотрим, если нам покажут, на кого вы обижаетесь, но здесь такое ощущение, что человек, либо ситуация, в которой вы обижаетесь, она породила вас вот какую-то фобию, может быть, панические атаки, ну, вот что-то, что вы в чем-то вините, либо человека, либо ситуацию, от чего ваша жизнь стала хуже, здесь об этом, так, уточняем обиды, о чем? Семерка пендакли, ну, здесь подавление власть, да, то, что я, в принципе, на что я сделала акцент, изначально, подавление власть, и вот это вот ваша невозможность, да, обида, какие-то ограничения, невозможность действовать, но здесь, знаете, как невозможно действовать, не потому, что вам что-то перекрывают, какие-то пути, а здесь, возможно, есть какая-то такая влиятельная фигура, я склоняюсь больше, что это вот какая-то мужская, либо это женщина с мужским каким-то стержнем, то есть какая-то вот мужская здесь сила идет, которая как-то вас морально подавляет, здесь не физически, здесь морально подавляет, управляет вами, и вот эта вот обида за невозможность, здесь как это запражнение себя, как терпила, как человек, который вынужден, да, что-то терпеть, что-то ожидать и бездействовать, то есть вот, 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 вот как-то разрушающие энергии, не дающие вам вот как-то цвести, процветать, да, здесь невозможность как раз-таки каких-то действий, еще какие обиды здесь, ну вот еще одна семерка педаклей, да, как показатель того, что мы правильно рассматриваем, да, здесь вариант того, что вот мне почему-то ощущение больше как здесь не детство, а здесь вот какие-то семейные аспекты у меня идут, да, как будто бы если вы девочка особенно, знаете, вот контроль, куда пошла, да, тебе нельзя это выбирать, тебе нельзя так одеваться, тебе нельзя общаться с этими мальчиками, тебе надо пойти в этот вуз, нет, ты не пойдешь в этот, ты будешь заниматься вот этим, не будешь заниматься чем-то другим, здесь вот это вот какое-то бесконечное как надо и как не надо, как можно и как нельзя, и такое ощущение, что вот на вас как на личность вообще не обращали внимание давайте посмотрим можно покажут на кого вы держите эти обиды четверка мечей кто этот человек и двойка кубков знаете есть такое ощущение что это человек которого вы очень любили человек который здесь была какая-то такая очень тонкая не то чтобы эта игра давайте скажем как манипуляция влияние лучше этого человека то есть здесь вот это вот моральное влияние на вас было через любовь здесь как будто бы вот манипуляция вы не могли отказать этому человеку ни в чем то есть вы даже видели что он вас каким-то образом разрушает но здесь невозможность была отказа в силу того что вы любили этого человека он был для вас значимым возможно уважали то есть здесь есть четкое понимание что неправильно выстроены взаимоотношения с этим человеком и ну вот вы как-то себе объясняли что может быть вот это вот чрезмерный контроль да это вот у своего рода какая-то такая забота да либо вот моральное какое-то влияние либо подавление на вас это вот потому что ну как-то вот мне во благо здесь человек такой подавайте еще раз посмотрю кто это может быть эта ситуация нет здесь скорее всего это человек это человек но мне почему-то не показывают да вот опять таки смотрите паш кубков туз кубков такая такая достаточно молодая личность у меня здесь идет раздвоение сразу скажу если мы опираемся на мою интуицию да то вот такое чувство что здесь почему-то знаю может быть папа может быть дядя маленькая вероятность что это брат вот ну то есть человек какой-то такой знаете старейшина так скажем вашей семье это это человек из вашей семьи но если мы смотрим на карты то по картам здесь такое ощущение что это может быть какой-то молодой человек может быть это ваше отношение но он был младше вас на либо этот человек с очень юный какой-то душой для кого-то значит так скажем здесь я вижу два варианта один вариант что это семейные какие-то отношения и мужчина такой достаточно зрелый властный знаете таких людей он был харизматичный не знаю почему сказала был может быть он есть а харизматичный таких людей с одной стороны бояться до смерти вот прям бояться особенно боишься смотреть ему в глаза а с другой стороны какая-то вот такое не знаю чрезмерное уважение что ли здесь прям энергия этого человека это харизматичный человек который мог своим взглядом как-то повелевать он вот еще раз скажу боялись вы его по страшному и не могу сказать что вот вас там как-то били либо что-то как-то сильно наказывали нет вот этот взгляд страшный знаете как-то вот такое выражение может не очень красивая как-то вот описался от страха вот здесь это вот прям при вас может быть это было в детстве как-то что-то такое но с другой стороны вот присутствовать некое восхищение этим человеком я не знаю почему вот прямо действительно восхищение поклонение вот интересная такая личность либо здесь это ваши отношения это молодой человек до у которого у вас с которым вас были чувства любовь но опять-таки какая-то такая незрелая личность человек который в принципе возможно манипулировал как-то своим бездействием здесь тоже может быть такое да вот как-то уходил в игнор до либо как-то не выходил долгое время на связь как-то отдалялся чем больше человек как-то отдалялся от вас тем больше вы к нему тянулись то вот здесь такие такие люди да то есть здесь почему-то два варианта но окей какие чувства вызывали у вас эти люди чем вы обижались дамы посмотрели какие чувства вызывали давайте посмотрим сначала вот то что я говорил как отца ну окон смерти да то есть здесь что-то надо было изменять здесь чувство человека воздействовавшего на ваше сознание и из другой стороны это человек помог вам то есть если убрать вот эти вот обиды как-то быть более то есть творческим здесь знаете как через сопротивление то есть чем больше вам запрещали тем больше у вас каких-то идеи рождалось тем больше вас было желание как-то отказаться от вашего вот этого вот прошлого до изменить что-то в своем сознании то есть человек и аркан шута и аркан шута как раз таки говорящий о том что с одной стороны здесь вот этот вот страх прямо я говорю фобия а с другой стороны какое-то вот такое не то чтобы бунтарство а здесь какое-то сопротивление идет да то есть чем больше вы боялись тем больше вы делали то что вы хотели знаете вот как то чем больше я знаю что меня накажут тем больше я хочу что-то сделать что мне запрещается то есть вопреки и здесь позиция какая такая знаете вот вопреки вот в обреки всему тому что вы делали вы развивались то есть этот человек он каким-то образом помогал вам развиваться пойти в новое смотрите смерти это то что процессы естественно завершаются он умирает шут это то что рождается через страхи вот эти как-то страх этого человека да вы ощущение того что прорабатывали либо научались работать со своими инстинктами да вот здесь такая хорошая школа которая говорит о том что то есть если я выжила либо выжил после этого человека то меня теперь больше ничего в жизни не напугает а то есть здесь как-то найти человек двигается вперед по жизни но оглядываясь назад в ощущение того что кто-то за ним бежит и вот этот вот страх погони он приносит нечто такое позитивное потому что из-за него вы начинаете бежать вперед то есть так сказать да сами по себе возможно вы бы и не двигались вперед но из-за того что вот это вот убегание от кого-то то есть этот страх он как будто бы мотивировал вас двигаться вперед но убегая скрываясь что-то вы делали здесь вопреки и это было очень достаточно благостно потому что туз монет это то что открывает вам ворота в наилучшую такую более изобильную жизнь да то есть вот как-то знаете это как сбежать пример приведу да для того чтобы сбежать из дома но есть только один вариант либо через окно либо через дверь но здесь вы как-то изощрялись да есть такое слово как тут мне такое слово идет я его вспомнить не могу но в голове она как-то крутится и придумывали какие-то хитрые такие стратегические ходы как сбежать из дома то есть если бы не было вот этого вот страха до что вас поймает вы бы не придумали там тысячи и один способ как избежать то есть понимаете да через вот этот страх уйдет расширение вашего сознания то есть вы придумали какие-то новые и новые прошу прощения возможности смотрим вот с этим мужчиной а с этим мужчиной не такое ощущение что может быть здесь все-таки разница возрасте была в общем мужчина был более моложе либо по духу на по состоянии души либо не незрелый по сравнению с вами да либо действительно была разница возрасте вы чувствовали королева жезла вы чувствовали более такой яркой страстные сексуальные независимой то есть женщиной наполненной жизнью да вот так которая выделяется рыцарь монет что еще вы здесь ощущали знаете вот с этим человеком вы как будто бы могли реализовывать свои самые какие-то сумасшедшие идеи которые только в голову вам приходили то есть здесь ощущение того что тоже тот же самый примерно сценарий да вот именно как по шуту то есть могли чувствовать себя здесь не про ребенка а вы могли себе разрешить то что вот если подумать логически да то там например зрелая женщина себе такого не позволит ну я не знаю там 30-35 лет прыгать на кровать ну это вот как будто бы удел только детей да так радоваться а здесь вот я не знаю может быть вы прыгали на кровать не то что мы вспоминали детство здесь не про это а здесь вот эти вот всевозможные нормы и либо догмы поведения да как должна вести себя женщине в обществе либо как не не подобает здесь они были нарушены здесь у вас вот прям было такое здесь не про бунтарство но здесь вот какой-то донайте рядом с этим человеком вы становились более раскрепощенной до женщины которая позволяет себе многое да то есть там не знаю покрасить волосы в розовый цвет там я не знаю одеть разноцветные носки чулки одеть какую-нибудь такую футболку молодежную там я не знаю со скелетом либо еще что-то такое вот очень вызывающее очень броской но это не было жестом какого-то протеста это было жест вашего внутреннего желания сделать что-то что ранее вы себе не разрешали то есть вот вы ощущали это и вы очень были уверенным человеком рядом с этим с этим партнером на давайте я так скажу потому что здесь может быть и мужчина так смотрим что вам с этим делай да с этими обидами с этими обидами на этих людей что вам дед ну вот вы смотрите им это интересно когда делаешь анализ да то ты видишь и другую сторону медали не та которая съедает нас да что вот например здесь человек подавлял не разрешал там дикий тотальный контроль не просто контроль именно тотальный контроль да и вот возникает эти обиды моральное подавление но когда ты смотришь то что ты получаешь благодаря этому до что хорошего в тебе рождать то ты начинаешь осознавать эти моменты в какой-то в какой-то миг ты становишься благодарным за то что это случилось потому что видишь какие-то сценарии что он с этими обидами делать определиться аркан влюбленных до проанализировать и сделать выбор что в принципе для вас очень сложно на выбор как раз таки в сторону девятки пендакли что то что я сказала ранее до увидите что хорошего вам дали эти люди на которых вы держите обиды кем вы стали благодаря им да то здесь девятка педакли она говорит про состоятельность про человека то что и хорошо на своих ногах у не летает где-то в облаках человека здесь есть опыт да он закрытый он не доверяется и не открывается другим людям но безусловно эта личность с огромным багажом которая сформировала его вы стали именно вот этой вот этим независимым человеком который опирается на себя и от этого да вы чувствуете себя намного как-то не то чтобы лучше как это объяснить вот здесь вот то что я самом начале как раз таки говорила да что вот а здесь знаете как если бы вам дали изначально свободу да вы бы и половину не сделали из того что вы сделали благодаря тому что вас контролировали то есть вот это вот вопреки вопреки в вопреки сформировала в вас ту личность которой вы стали сейчас а вот если вы посмотрите с этой точки зрения то вы увидите здесь ощущение что у вас появится все-таки благодарность к этим людям да не будет этой обиды да как это сказать нельзя простить какие-то вот поступки да но быть благодарным человеку за его уроки да потому что мы все играем какие-то роли в жизни друг друга эти роли они не всегда приятные но если отбросить в сторону вот эти вот все предубеждения и не обижаться на личность а увидеть что-то хорошее благодаря этому человеку кем вы стали вы увидите что вам станет намного легче он станет намного лучше что с этим делать ну что можно сделать с верховной жрицей верховная жрица это познать опознать вот этого тайное опознать и увидеть вот эти вот смыслы которые были здесь прошиты либо закрыты вы их не видели это поможет вам обогатиться обогатить себя обогатить свои знания посмотреть на вещи под другим углом увидеть то что сокрыто за вот этой вот пеленой да невидимый который находится за верховные жрицы заглянуть и посмотреть на ситуацию масштабнее не в рамках только вас этого человека а как бы сверху с точки зрения замысла вашей души почему она выбрала именно вот эту роль да на что на что вы сказать она надеялась до чего она ждал вот такой был второй вариант двоечки благодарю вас за внимание вообще мне кажется двойки сделали очень огромный прогресс по крайней мере я в раскладах это вижу ушли от этой романтичности человека который летает где-то в облаках и пришли к такому более приземленному образу жизни мне кажется он более понятны и стал и для вас и вам должно по идее быть но вжиться намного лучше как-то вот вы больше адаптировались приземлились третья позиция зелененький камешек какие обиды держите вы троечки смотрим какие обиды держат здесь троечки связаны с выбором здесь такое ощущение что конечно мы посмотрим что у вас обиды не какого-то конкретного человека как будто бы знаете обиды на может быть вселенскую какую-то силу в плане того что где-то поступали с вами несправедливо вы не обижаете здесь на ситуацию я не вижу чтобы здесь были обиды на человека здесь вот как-то вот на высшие силы может быть да вот что-то не знаю какие-то предъявы говоря на жаргоне на предъявы к жизни почему такое такая несправедливость почему нету какого-то вот права выбора что ли либо почему так сложно сделать определиться сделать какой-то выбор что еще здесь за обиды но здесь у троечек всегда то что связано с профессиональной сферы то есть вот какая-то несправедливость по отношению к вам то во что вы как-то вкладываетесь прикладываете усилия до очень достаточно дисциплинированно работаете и не получаете того результата то есть чем больше вы как-то оттачиваете себя совершенствуете себя тем меньше результаты вы получаете здесь ощущение того что но почему такая несправедливость да я вроде бы выбираю то что мне нужно допустим я хожу там на вебинары читаю книги получаю информацию например о том как продавать я делаю все буквально но у меня не получаются эти продажи что не так я делаю да вот здесь вот какой-то такой философский вопрос что не так я делаю почему вот почему почему я не получаю удовлетворение по девятке кубков почему меня не радует да почему нету тех результатов которые хотели хотелось бы да вроде бы выбрал необходимую стратегию все обдумано все продумано по королев мечей но не получается но не получается на чем вы так работаете то тут тройки мечей чем она связана здесь эти слезы с королевы мечей здесь возможно какая-то пара потому что выпал король и королева мечей либо здесь действительно присутствует очень сильная обида на кого это обида ну вот аркан говорящий нашим эго да вы на себя в принципе обижены до с одной стороны на вселенной обижены с другой стороны на себя за что обижаетесь на себя король кубков здесь может быть смотрите вы обижаетесь на свою какую-то эмоциональность возможно на неуверенность да в том что что-то может получиться возможно здесь есть обиды на какого-то человека из вашего прошлого если мы все-таки говорим о человеке также здесь могут быть обидны на чрезмерную чувствительность какой-то может быть вашего эмоциональность то за то что вот вы переживаете что ли принимаете как то могу сказать что вот вы принимаете близко к сердцу здесь нет здесь ощущение того что вы злитесь на себя что слишком много значимости придаете чему-то да скорее всего какому-то результату который вы не получаете здесь про это возможно вот эти вот ваши эмоции они не дают вам возможности двигаться дальше да то есть опускаются как-то руки и вам сложно от неуспеха и вам сложно дальше двигаться да то есть чем больше опыта вы получаете тем более неуверенными вы становитесь вот здесь вот это вот чувство обиды на себя но давайте все равно посмотрим на кого вы тут обижены на кого королева пендакли много фигурных арканов да но здесь еще расскажу вы можете быть обижены на себя можете быть обижены на королева пендакли говорят на человеку с которым у вас есть обязательства это может быть партнерша это может быть человек с которым у вас есть какая-то связь и есть какие-то договоренности то есть если вы женщина можете на себя быть либо на эту женщину что это за женщина но возможно с ней было какие-то были какие-то начинания а вот я говорю может быть сотрудничество может быть какая-то договоренность было да и она была не выполнена вот именно в профессиональной сфере не заденута профессиональная сфера да не знаю может быть человек здесь трусил может быть человек наоборот как-то сильно влиял на вас ну здесь какая-то вот судьбоносная аркан колеса фортуны какая-то судьбоносная здесь ситуация которая решила все, мне хочется сказать не в вашу пользу, не так как вы хотели здесь ссора была здесь разрыв был неприятные слова были сказаны почему это все случилось потому что так задумано было аркан вселенной, так должно было быть какой-то урок вы должны были здесь пройти научиться выбирать для себя партнеров быть как-то относиться не так серьезно к той ситуации вот я говорю вот здесь вот по королю кубков и по лицарю кубков вы слишком включаетесь в процесс когда чего-то очень сильно хотите очень серьезно к этому подходите и поэтому переживаете когда у вас что-то не получается потому что вы выкладываетесь на все 100% и здесь урок был о том что надо как-то более легче относиться к этому более проще не получилось, окей, идем дальше здесь вот как раз таки из-за того, что нет вот этой легкости вам сложно идти дальше как я и сказала ранее чем больше у вас каких-то неудач тем меньше желания двигаться а вот вы только двигаетесь вперед на какой-то внутренней своей силы, воли когда себя как-то вот составляете надо еще раз попробовать не сдаются солдаты надо, надо вот это вот надо но внутри уже здесь как-то вот через надрыв нет уже желания что-то делать и только все это почему? потому что вы слишком эмоционируетесь слишком привязываетесь к этому делу включаетесь в это дело знаете, как-то берете на личный счет поэтому здесь аркан эгоизма он как раз таки говорит о том что, хочется сказать, возомнили о себе то есть взяли на себя больше, чем можете либо чем нужно а здесь как-то вообще надо пересмотреть ваши убеждения по поводу профессиональной сферы здесь какие-то убеждения которые не идут вам во благо может быть посыл у них и хороший но вот хочется сказать, нельзя так жить вы себя измотаете вы работаете как-то на износ не в плане того, что много времени а в плане того, что вот слишком вы требовательны понимаете, когда человек, например перфекционист либо требовательный он в первую очередь делает плохо себе потому что с таким человеком сложно будет работать другим людям они будут его бросать они будут его предавать, уходить и он будет переживать очень сильно здесь надо какую-то другую модель выстроить какие эмоции здесь у вас на этого человека тройка монет знаете, здесь все-таки может быть здесь ожидания были такие, что этот человек как-то поможет здесь вот изначально хочется сказать, что была какая-то окрыленность, была вера, что вот мы команда у нас получится но потом вот пришло аркан мира да, здесь вселенная здесь другая колода и то же самое аркан аркан мира что не срослось не случилось да, то есть вот вы как-то отпустили вроде бы эту ситуацию хочется сказать, что вы внутри себя как-то простили этого человека давайте посмотрим простили ли куда там король мечей король мечей тем более здесь изображен на Алистер Кроули самый сильный маг куда там простили да, то есть я я тебе придет и твое время я тебе еще докажу да, я тебе еще покажу то есть нет я не могу сказать что вы простили но здесь вы стали еще более требовательны к себе в плане вот именно этого дела какие еще здесь эмоции ну вот опять король кубков на повторе переживаете очень сильно переживаете но при этом где-то вот понимаете здесь осознанность граничит на скорее всего с вот какой-то такой человечностью хочется сказать что с человеческой точки зрения хочется вот пойти набить морду да, этому человеку ну потому что вот такие эмоции вызывает где-то с уровня на уровне осознанности я понимаю что да мы все проигрываем какие-то свои роли так надо было да, как-то вот вы себе это объясняете но понимаете вы здесь подавляете вот эти вот эмоции вы их не проживаете вы их не выпускаете вы как-то вот вот это вот копится понимаете вы не прожили здесь эмоции вы как-то не высказали не выкричили не проплакали не знаю что-то надо было с этим сделать выпустить из себя я не говорю на этого человека а вообще надо было а вы не выпустили вы это как-то вот подавили своим королем мечей да, какими-то убеждениями логикой что вот так нам что так надо это понятно но эмоция она она есть она никуда не делась и вот вот это вот сидит внутри вас вот поэтому есть вот этот скорее всего вопрос по плане несправедливости откуда здесь такая вот несправедливость почему почему здесь вопросы к себе пошли вот Паша Мечей да, я сказала вопросы вот вы как разки Паша Мечей очень много вопросов к себе непонимания ну и с другой стороны какая-то настороженность такая тоже присутствует хорошо давайте посмотрим что вам с этим делать что вам с этим всем делать Мак взять под свое собственное влияние да вы можете вы можете найти ответ на необходимые вопросы вы можете разрешить эту задачу да вы можете научиться из нее сделать какие-то определенные выводы чему-то научиться и решить и решить эту задачу здесь все зависит исключительно от вас вот смотрите здесь тройка монет другая колода вот опять-таки тройка монет как-то сделать надо сделать выводы определенные и хочется сказать что вы в принципе так это уже сделали да что теперь я буду полагаться исключительно на себя я буду более внимательна в плане выбора себе партнеров с тем кем я буду что-то строить как-то делать то есть здесь знаете ощущение того что этот человек научил вас делать выбор с одной стороны с другой стороны более легче проще относиться и вот как будто бы отточил ваш ум да вы и так умные но здесь хочется сказать что он помог вам быть как-то выстраивать стратегию то есть как-то предвидеть что ли какие-то моменты то есть еще умнее я не знаю насколько можно еще умнее но вот здесь такое да вот аркан лабиринта выпал да то есть то что я сказала предвидеть видеть какие-то вот запутанные моменты вот как по магу у него есть эта возможность да развязывать узлы решать сложные ситуации такие где есть манипуляции не входить да не входить здесь вам нужно научиться не входить в такие завязанные непонятные какие-то ситуации здесь ощущение того что вот этот человек мог быть вам как-то другом я не уверена на сто процентов но здесь вот подсказка идет о том что как будто бы вот с близкими людьми которые для вас являются ну например друзьями да нельзя работать нельзя создавать бизнес нельзя как-то что-то совместно строить вот прям нельзя в вашем варианте не вообще по жизни а вот именно в вашем варианте то есть здесь такой опыт что как будто бы понимаете вы от своего друга не могли либо подруги не могли это требовать если бы это был какой-то сторонний человек да то у вас было бы как-то больше уверенности да больше полномочий что ли что-то спрашивать человека а здесь как будто бы вошли другие другие нюансы взаимодействия да то есть ну например с другом ты не можешь крикнуть на него да либо как-то вот осадить напомнись о договоренности ну то есть другое абсолютно отношение когда это друг плюс ко всему появляется этот страх что чтобы не утратить этого человека многое умалчивается то есть вы здесь для себя сделали какие-то определенные выводы что еще с этим можно сделать ну в принципе по магу мы сказали да прийти прийти к внутреннему балансу здесь вас учит тому чтобы вы соединяли в себе вот смотрите здесь два лица это альтернатива аркана умеренности да одно одно лицо один лик смотрит на небо да вот как-то исходя из добродетелей морально-нравственных каких-то ценностей а другое лицо оно более приземленное оно смотрит на на землю да то есть здесь вот краски эта конструкция изображена да и змей нарисована то есть более приземленно вам нужно научиться соединять вот эти вот ваши кубковые моменты да в плане нравственности ваших ожиданий как человек должен себя вести это вот какой-то идеал а с другой стороны реальность да то есть окей в идеале конечно было бы чтобы люди объединялись вокруг одной какой-то идеи и вот все сообща также вкладывались также были добросовестными но к сожалению реальность она немножко другая да не все люди такие как вы тем более если например это ваше дело исключительно не будут вкладываться люди на сто процентов ваше дело потому что ну ваше они какая бы заинтересованность не была у них какая бы зарплата не была это не вы да это не ваше детище скорее всего это не его детище поэтому реально здесь немножко другая вам нужно найти золотую середину да не уходить исключительно вот в какую-то жесткость требовательность да и не ожидать например какой-то справедливости да что все люди будут работать по совести как-то здесь нужно найти баланс между водой и землей и реальностью вот этой да и вашим каким-то эмоциональным планом и сделать это нужно в первую очередь внутри себя то есть не вовне где-то как-то мы начинаем а изменения начинаются внутри нас да то есть мы начинаем что-то менять в себе из того что мы не принимали в себе ранее вот касательно этой ситуации можете посмотреть внутри себя да вы это кто этот человек о котором мы здесь говорили на которого есть остаточное вот это влияние не совсем обида непонимание вопрос какая часть вас отзывается на этого человека да то есть что может быть да какая часть вас ведет себя именно так либо нашептывает вам что вот нужно вести себя так и что можно изменить вот такая у меня была и третья позиция я благодарю вас всех за внимание хочу пожелать вам прекрасных выходных напоминаю что под любым моим роликом есть ссылка на мой второй канал где я делаю коротенькие расклады они выходят три раза в неделю плюс воскресенье подсказки на новую неделю кто еще не заходил зайдите посмотрите а я прощаюсь с вами желаю вам всего самого наилучшего прекрасных выходных всем пока пока пока